Здравствуйте, дорогие друзья. Вы на уроках немецкий язык. Сегодня 20 урок. Тема занятия «Прошедшее время» в немецком языке Perfect. Продолжим разговор, который начали на предыдущем уроке. Сегодня мы рассмотрим такие вопросы. Как образуется Perfect сильных и смешанных глаголов? На предыдущем уроке мы рассматривали слабые глаголы. Perfect со вспомогательным глаголом sein. А на прошлом уроке мы говорили о Perfect со вспомогательным глаголом haben. Рассмотрим, как образуется Perfect глаголов с неотделяемыми приставками. А на предыдущем уроке у нас были глаголы с отделяемыми приставками. Рассмотрим примеры использования Perfect в речи. Я дам несколько советов, как легче запомнить формы глаголов и дам список сильных и смешанных глаголов в настоящем времени и в Perfect для уровня А1, ААЙ. Что же такого особенного в сильных глаголах? Ну, вы уже знаете, что сильные глаголы изменяют корневую гласную. А сегодня мы узнаем, что делают они это в одной или в нескольких формах. И происходит это без всяких правил, без всякой системы. Нет правила, которое могло бы объяснить, почему корневая гласная меняется так или иначе, или почему она в одной из форм глагола вообще не меняется. Поскольку правила нет, глаголы называются неправильными. Давайте рассмотрим на конкретных примерах, как это может выглядеть, как могут себя вести сильные или неправильные глаголы. Для этого рассмотрим три глагола. Мы видим в таблице спряжения этих глаголов, что глагол «спрэхен» меняет корневую гласную. Во множественном числе ничего не меняется. Напоминаю, что если сильный глагол меняет корневую гласную в настоящем времени, то только во втором лице «ду» и в третьем лице «er, sie es, man» единственного числа. Глагол «спрэхен» тоже меняет корневую гласную в настоящем времени. «Ich schlafe, du schläft», «er, sie es, man» schläft. А глагол «trinken» не меняет корневую гласную в настоящем времени. И можно даже подумать, что это слабый глагол. Но нет, это сильный глагол. Он меняет корневую гласную в прошедшем времени. Давайте посмотрим, как эти глаголы звучат в прошедшем времени. Глагол «спрэхен» – «настоящее время». «Er spricht» и «прошедшее время». «Er hat gesprochen». Корневая гласная поменялась снова. «Э», «И», «О». «Говорить», «говорит», «говорил». Глагол «schlafen». «Schlafen» – инфинитив. «Er schläft» – «настоящее время». «И перфект» «hat geschlafen». «Спать», «спит», «спал». Глагол «schlafen» поменял корневую гласную только в настоящем времени на «а умлаут». «А» в прошедшем времени в «перфект». Опять мы видим «а» как в инфинитив. Глагол «trinken», который казался нам безобидным, слабым, в «перфект» взял и поменял корневую гласную. «Trinken» – инфинитив. «Trinkt» – «настоящее время». И «hat getrunken» – прошедшее время. «Перфект». «Пить», «пьет», «пил». Как мы видим, все три глагола ведут себя по-разному. То меняют корневую гласную, то не меняют корневую гласную, то меняют в какой-то одной форме, то во всех трех формах разная корневая гласная. Это как раз то, о чем я сейчас сказала. Смена корневой гласной происходит без всякого правила. И нам ничего другого не остаётся, как выучить эти формы. Давайте ещё раз посмотрим на эти глаголы в «перфект» и сравним с «перфект» слабых глаголов. Кто внимательный, уже заметили, что у сильных глаголов не только корневая гласная меняется, но и нет суффикса «т», который мы с вами видели у «перфект» слабых глаголов. Например, «махен» – «hat gemacht», а у сильных глаголов мы видим окончание «эн». И мы можем с вами две такие формулы вывести, как образуется «перфект» для слабых глаголов. В основе глагола в корне ничего не меняется, суффикс «т», например, «махен», «macht», «gemacht». А у сильных глаголов вот такая формула. Вспомогательный глагол «haben» плюс партицип «т», который образуется вот так. Приставка «ge» есть, а три восклицательных знака означают «будьте внимательны» в основе глагола. В корне всё может быть. Может поменяться корневая гласная, может не поменяться. Нам нужно быть начеку. И окончание «эн». И для примера даю глагол «шпрэхен», «шпрэхт», «гэшпрохен». Такой совет. Учите глаголы не отдельными словами, а лучше в предложениях. Вот так я бы вам посоветовала учить глаголы. Пишите три предложения с глаголом. Возьмём глагол «высыпаться», «аусшлафен». Здесь мы видим глагол с корневой гласной, как в инфинитиве, потому что в первом лице ничего не меняется, как инфинитив. Теперь возьмём второе лицо. Или третье можете взять. Во втором и в третьем лице чётко видно, как меняется корневая гласная. И потом возьмём «перфект». И вот в этих трёх предложениях вы будете видеть всю картину, как меняется этот глагол. И можете вот так себе выписать «шлафен». «Ир шлевт», «Ир хат бешлафен». Во всех таблицах всегда будут глаголы с «эр». Ну, а нам это удобно, потому что мы как раз видим, меняется корневая гласная или нет. Вот ещё один пример с глаголом «шпрэхен». «Их шпрэхе мит дэм лээрр». «Ду шпрэхст мит дэм лэрр». «Виар хабэн мит дэм лэрр гэшпрохэн». Мы видим опять, как меняется этот глагол. И заучиваем вот так. «Шпрэхен», «шпрэхт», «хат гэшпрохэн». Позже я дам ещё один совет, как легче выучить вот эти вот сильные глаголы. Их не очень много. Где-то их 200, 220, максимум 250 глаголов. Но вам столько не надо. Человек вообще использует в своей речи 50, 60, 70 глаголов. Да и столько даже не всегда нужно. И я дам совет, как всё-таки облегчить себе эту задачу, выучить все эти глаголы. Обратим внимание пока на такой глагол «эссмин». Я ем пиццу. Их эссе пицца. А вот перфект. Их хабе пицца гегесн. Гегесн. Вот эта синенькая «гэ» здесь появилась только потому, что без неё было бы трудно произнести этот глагол. Посмотрите, «гээссен» надо было бы сказать. Поэтому «гэ». Такое может быть, чтобы вы понимали, для чего это. И глагол «эссмин» учим вот так. Эссен – «ист» – «гэгэссен». Теперь рассмотрим так называемые смешанные глаголы. «Гэмиште вербэн». Их очень мало. Вообще их меньше десяти. А на уровне А1 достаточно выучить два из них. Первый глагол «думать». «Дэнкен». Как вы видите из таблицы, он не меняет корневую гласную. Давайте посмотрим, как он поведёт себя в предложении. «Их дэнке ан дих». Я думаю о тебе. «Ан дих» – «о тебе». Прошедшее время. «Их хабе ан дих гэдахт». Я думал или думала о тебе. Кто внимательный, сразу заметили, что поведение этого глагола необычное. Он поменял корневую гласную – так ведут себя сильные глаголы. Но у него суффикс «т» – так ведут себя слабые глаголы. Поэтому этот глагол называется смешанным. Половина – как сильный глагол, половина – как слабый глагол ведёт себя. Смешанный глагол. Запоминаем его так. «Дэнкен», «дэнкт», «гэдахт». И следующий глагол. «Бринген» – приносить или «митбринген» – приносить что-то с собой или приводить кого-то с собой. Мария принесла яблочный пирог. Или «Мария привела с собой своего друга». Мы видим ту же самую картину, как с глаголом «дэнкен». Глагол «бринген» или «митбринген» поменял корневую гласную как сильный глагол, а суффикс «т» у него как у слабых глаголов. Он тоже поэтому называется смешанным глаголом. Вот и всё, что нужно знать о смешанных глаголах. Теперь переходим к следующему пункту нашего урока. «Перфект» со вспомогательным глаголом «зайн». Не «хабен», а «зайн». Глагол «зайн» нам тоже нужно будет спрягать так же, как мы спрягаем глагол «хабен». Давайте вспомним спряжение этого глагола. «Их бин», «ду бист», «я, зе, эс, ман, эст» и множественное число. «Виер» – «синт», «Ир» – «сайт», «Си», «Си», «синт». Рассмотрим такой пример. «Я ходил в супермаркет». «Их бин ин den супермаркт геганген». «Не хабе геганген», а «бин геганген». «Геганген» – это партизип zwei глагола «геен». А почему «бин геганген»? Вот для этого правило есть. В немецком языке некоторые глаголы образуют «perfekt» со вспомогательным глаголом «sein». Вот как, например, глагол «geen» в предыдущем предложении. Какие это глаголы? Это глаголы передвижения из пункта А, пункт Б. Такие, как, например, И вы можете остановить слайд и прочитать список этих глаголов. Их не так много, и если вы поймете идею, что означает передвижение, то вам особо их заучивать не надо. Просто будете сами понимать уже, что здесь передвижение, значит, нужен вспомогательный глагол «sein». Давайте посмотрим несколько примеров. «Wir sind viel gereist». «Мы много путешествовали». «Reise gereist». Второй пример. «Er ist mit dem Fahrrad gefahren». «On jezdil, поехал или уехал на велосипеде». «Wir sind nach Hamburg umgezogen». «Мы переехали в Гамбург». «Umgezogen» – «umziehen, переезжать». Вы найдете эти глаголы в списке. И такой глагол «Ich bin aus dem bus ausgestiegen». «Я вышел из автобуса» или «сошел с автобуса». «Aussteigen» – «ausgestiegen». Повторяю, эти формы вы найдете на предыдущем слайде. Давайте обратим внимание на такой момент глагол «Fahren». Посмотрим два предложения с этим глаголом. «Wir sind mit dem Auto nach Köln gefahren». «Мы на машине ездили в Köln». «Mama hat das Auto gefahren». «Mama управляла машиной», «была за рулем». «Papa hat im Auto geschlafen». «Папа спал в машине». Мы видим, что этот глагол в прошедшем времени используется один раз со вспомогательным глаголом «sind» – «sind gefahren», а во втором предложении «hat gefahren». Я думаю, что вы уже поняли, в чем здесь дело. В первом предложении имеется в виду передвижение. «Wir sind nach Köln gefahren». Вот с одного какого-то города поехали в Кölн. А во втором предложении не передвижение имеется в виду, а процесс управления машиной. «Мама управляла машиной». «Mama hat das Auto gefahren». И точно так же ведет себя глагол «fliegen». «Я es mit dem Flugzeug nach Paris gefahren». «Он на самолете летал или полетел или улетел в Париж». «Der пилот hat das Flugzeug gefahren». «Пилот управлял самолетом». Следующая группа глаголов, которая образует «perfect» со вспомогательным глаголом «sein», это глаголы, которые обозначают изменение состояния. «Например глагол просыпаться», «aufwachen». «Ich bin um 6 Uhr aufgewacht». «Я проснулся 6 часов». «То есть изменилось ваше состояние». «Сна на бодрствование». «Глагол засыпать», «einschlafen». «Я esst um 12 Uhr eingeschlafen». «Он заснул в 12 часов». «Вот он бодрствовал», а потом его состояние изменилось. «Он заснул». «Глагол wachsen», «rasti». «Die Haare sind schnell gewachsen». «Волосы быстро выросли». «Они были короткими и выросли». «Изменилось их состояние». Вот такой глагол «Ssterben», «умирать». «Я es gestorben», «он умер». «Жизнь и смерть». И такой радостный глагол «Geboren sein». «Se ist im Sommer geboren». «Она родилась летом». Поэтому мы говорим о себе «Ich bin am», потом называем дату «Geboren». Но есть еще некоторые глаголы, которые показывают изменение состояния. Вам сейчас важно понять принцип, что означает изменение состояния. Всегда с глаголом «sein». И есть еще третья группа глаголов. Их всего несколько. Сегодня нам достаточно три запомнить. Это глаголы, которые всегда образуют перфект со вспомогательным глаголом «sein». Например, глагол «оставаться». «Блейбен». «Ich bin zu Hause geblieben». «Я остался дома». Глагол «passieren» – «случаться». «Was ist passiert?» «Что случилось?» И глагол «gelingen» – «удаваться». Или «получаться». «Te kochen ist mir gut gelungen». «Мне пирог хорошо удался». Или «У меня пирог хорошо получился». Вот эти глаголы изучаются на уровне А1. Теперь рассмотрим, как образуется перфект глаголов с неотделяемыми приставками. Тут хорошая новость. Эти глаголы образуют партицеп цвай без приставки «gel». Например, глагол «besuchen». Приставка не отделяется. И партицеп цвай будет звучать вот так. «Besucht». И вы скажете «Ich habe meinen Freund besucht». Я навестил или посетил моего друга. Это слабый глагол. Суффикс «t» показывает, что это слабый глагол партицеп цвай без приставки «gel». «Verstehen» – сильный глагол. Приставка не отделяемая. Прошедшее время «hat verstanden». «Haben sie das Thema verstanden?» Вы поняли эту тему? Окончание «en» показывает, что это сильный глагол, корневая гласная поменялась, а приставки «gel» нет. Вот такое правило для глаголов с неотделяемыми приставками. И вторая группа глаголов – это глаголы, которые оканчиваются на «ieren». Например, «studieren». Прошедшее время «hat studiert». Он изучал в ВУЗе медицину. «Telefonieren» – это говорить по телефону. «Hat telefoniert». «Ich habe mit meinem Bruder telefoniert». «Ich habe mit meinem Bruder telefoniert». «Я говорил по телефону с братом». Запомните, вот эти вот две группы глаголов образуют, повторяю, партицеп цвай в «perfect» без приставки «gel». И для теоретиков даю вот такую вот сводную таблицу, как образуется «perfect». Вспомогательный глагол «haben» или «sein» и все случаи, как образуется партицеп цвай с примерами. Можете пользоваться этой таблицей, если вы любите таблицы. Теперь совет, как легче запоминать глаголы. Даю вам список самых часто употребляемых глаголов, и они же изучаются в программе А1. Вы сразу видите, что не по алфавиту. По алфавиту учить труднее. Лучше группировать эти глаголы так, что они рифмуются, как стихотворение немножечко получается. Так их запоминать легче. Вот посмотрите, читайте вместе со мной, вы почувствуете рифму. Глагол «стоять», понимать и ходить. Звучат в рифму глаголы. Следующие три глагола «давать», «видеть» и «читать». Вот такие два глагола «идти» и «получать». И можете остановить слайд, перечитать несколько раз, повторить еще. Также на втором слайде я объединила глаголы, которые немножечко рифмуются. Ну, конечно, это не стихотворение, но они достаточно легко таким образом запоминаются. Это был второй совет. Первый совет, помните, составлять предложение. Второй совет, группировать глаголы, которые, на ваш взгляд, рифмуются. И еще один момент. Я думаю, что вы сами обратите на это внимание, но я все-таки скажу. Это глагол, который позволит вам сократить количество глаголов, которые нужно выучить наизусть. Посмотрим на примере глагола «шлафен», «спать» и «einschlafen», «засыпать». Легко заметить, что эти глаголы отличаются только приставкой. А сам глагол «шлафен» одинаковый в двух случаях. Поэтому вам не надо же два вот этих глагола учить. Достаточно только один глагол запомнить. «Schlafen», а «einschlafen» будет точно так же изменять корневую гласную. Это вот некоторые такие советы, как легче запомнить глаголы. И практическая часть нашего урока – небольшой текст, который я предлагаю перевести на немецкий язык. Кстати, это тоже один из советов, как легче запоминать глаголы. Пишите себе маленькие такие тексты, связанные между собой, и вам будет легче запомнить в этих текстах глаголы. Остановите слайд, попробуйте перевести, а потом проверите. Давайте проверим. Что ты делаешь на немецкий язык? Хочу обратить ваше внимание вот на это предложение. Достаточно только один раз использовать вспомогательный глагол. Вот, собственно, и все, что вам нужно знать о «перфект». Если вы усвоили материал 19 и 20 уроков, то вы усвоили тему «перфект». Стоп, скажете вы. А где модальные глаголы? Мы совсем о них ничего не говорили. Правильно, мы будем о них говорить на следующем занятии. Тема следующего урока «preteritum» – это тоже прошедшее время глаголов. Мы узнаем, что это за форма, как она образуется и когда используется. Вот и все на сегодня. Не забудьте поставить лайк, оставить хороший комментарий. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И, если хотите, пишите ваши тексты под этим видео. Я постараюсь все проверить и прокомментировать. А на сегодня прощаюсь с вами до следующего урока.